Большая ягодичная мышца Большая ягодичная мышца Очень значительная тема В состоянии большой ягодичной мышцы отражается на огромном количестве аспектов функционирования нашего организма Ее основная функция это отведение ноги назад Когда ножка поднимается Это движение мы имеем при ходьбе Оно у нас происходит при ходьбе И это очень значительная задача выполнять это движение И если большая ягодичная отказывается выполнять эту работу то эту работу берет на себя либо задняя поверхность бедра либо берет на себя поясница Задняя поверхность бедра тоже отводит ногу Сейчас я выключил заднюю поверхность бедра за счет того, что мышца уже сокращена и попрошу нашего модель поднять пяточку к потолку и мы видим, что ей удержать ногу довольно сложно Если она ногу выпрямит если и поднимет ее то оказывается, что ногу удерживать гораздо проще потому что она удерживает ногу при помощи задней поверхности бедра Вторая функция Здесь я попрошу поближе подойти Когда наша модель поднимает ногу то у нее в заметной степени включается поясница Видите, что произошел перекос поясницы довольно заметный Прежде всего в данном случае С одной стороны у нас, когда вовлекается задняя поверхность бедра это приводит к тому что здесь происходит спаечный процесс и происходит нарушение подъема жидкости по бедру и это приводит к тому что отечность может возникать с другой стороны из-за того, что тело пытается выполнить движение через поясницу возникает нестабильность в пояснично-крестцовом отделе позвоночника вот здесь и вот здесь будет некоторая болезненность и некоторая отечность мы можем некоторую отечность здесь заметить вот именно в крестцово-поясничном переходе и это хороший способ выключить выключенная большая ягоничная это хороший способ привести тело к нестабильности поясничного отдела позвоночника к потенциальным грыжам и к нарушению пищеварения и работы мочеполовой системы таким образом большая ягодичная мышца является одной из самых важных мышц в нашем теле вот здесь еще следует добавить о том что если большая ягодичная мышца не работает то дестабилизируется крестцово-подвздошное соединение соединения тазовых костей и крестца что приводит при одностороннем ослаблении ягодицы к боковому перекосу к защемлению седальщиного нерва и многим прекрасным историям мы кинезиологическим методом при помощи кинезиологического теста можем протестировать наличие этих проблем у вас в руках кинезиологического теста нету но тем не менее он будет для вас показательным в свете того что это объективизация данных и результатов и мы я вам покажу технику после этого мы этой техникой поработаем и выясним что состояние ягодицы нашей пациентки и модели улучшилось я могу протестировать большую ягодичную мышцу при помощи теста задача удерживать пятку при согнутом колене к потолку и вот пятка не удерживается вторая история вторая история которую я хочу продемонстрировать это удержание пятки на себя мы проверяем гамстринги заднюю поверхность петра и что мы обнаруживаем мы обнаруживаем что подсводит заднюю поверхность то есть мы можем с уверенностью сказать что большая ягодичная не работает и ее компенсирует задняя поверхность бедра кстати говоря мы можем еще обратить внимание что вот здесь идет увеличение объема боковой поверхности это тоже сопряжено с неправильной работой большой ягодичной потому что часть пучков большой ягодичной вплетается в апоневроз в илевотебиальный тракт вот и я могу предположить что вот здесь будет болезненно как она здесь неприятно неприятно да правильная работа приведет к тому что вот эта боковая поверхность перестанет быть болезненной итак что мы будем делать мы будем делать размассировать большую ягодичную мышцу в местах ее прикрепления она крепится к крестцу и к тазовой кости вот здесь вот по по косточке обращаю ваше внимание что вы не должны работать с вот этой вот частью потому что здесь проходит седалищный нерв в седер в седер в седер Субтитры создавал DimaTorzok